Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана, и сегодня у нас пустые баночки Фаберлик. Первый раз в жизни, наверное, у меня закончились духи. И это духи именно Фаберлик Офиерик Эммонсуэли. Эммонсуэли, точнее. Они классные, они мне нравятся. Я вообще с ароматом Фаберлик распрощалась навсегда. И единственный аромат, который могу назвать более-менее люксовым, таким дорогим, стойким, который дает красивый шлейф, это вот серия Офиерик. Мне понравился именно вот оранжевый флакончик. Крышечка куда-то уже делась, весь он у меня такой. Вот видите, все, он пустой. Он пустой, я его добила, допользовала и с превеликим удовольствием. Это действительно классный аромат. Он мне понравился, единственный из всех ароматов Фаберлик. Я брала множество пробников, множество туалетных вод полноразмерок, которые все раздарила. Некоторые служат у меня освежителями в машине, в туалете и так далее. Потому что, ну, не заходит вообще ни один. Вроде в пробнике берешь, берешь полноразмерку, как, допустим, с водичкой Пуртужур. Мне понравилась она в пробнике, а потом полноразмерка пришла на себе, поносила, ну, просто фу. Поэтому вот из всего, что я пробовала, практически все я пробовала, вот эта вода действительно достойна внимания. На них бывает акция по 599 рублей, минус скидочка консультанта, можно ее приобрести. Это очень хорошая цена за 50 миллилитров, действительно достойной парфюмерной композиции. Девчонки, освежитель воздуха, водный спрей наш, артикул 113.32 с ароматом, так, у нас с ароматом чего, свежесть фруктов. Он у меня не закончился, а, к сожалению, сломался дозатор вот этот вот. Он не набирал и не пшикал. Я его перелила, слава богу, остался старый у меня флакончик один, и я его перелила туда. У меня первый раз такое случилось, но я у девочек слышала, что бывает такое, что ломаются вот эти вот дозаторы, так скажем. Очень неприятно на самом деле, вот если бы у меня не было другой бутылочки запасной, что мне делать? Выкидывать продукт, получается, да? А так, в целом, я ими очень довольна. И свежесть фруктов вот сейчас на летний период, уже осень ранний у нас, мне понравился этот аромат. Действительно, есть, присутствует немножечко манго, яблочко классное, не сильно навязчивое. Пару часиков держится аромат даже в воздухе. Если зайдете в другую комнату, где пшикали через пару часиков, все равно будут какие-то фруктовые нотки в воздухе витать. Он безопасный, он у нас еще увлажняет, потому что он в водном помещении, поэтому всегда советовала их и буду советовать, несмотря на то, что случился вот такой вот в этот раз. Продукты в случайном порядке, что под руку попадается. Крем для рук, серия про руки. Это у нас ночной крем для рук, комплексный уход 5 в 1, экстракт хлопка. Вот он у меня закончился. Артикул его 2204. 75 миллилитров. Здесь можно за 50 с чем-то рублей взять. Свободно, не советую. Не советую, не берите. Ну, конкретно не советую тем, у кого сухие руки. У меня сухие руки. И мне вот этот вот комплексный уход 5 в 1 еще и ночной, ну, вообще никак. Ну, просто никак, практически как вода. Слегка-слегка увлажнит, прям чуть-чуть, чуть-чуть. А так, я сейчас, если получится, вам капельку выдавлю. Покажу даже. Вот, чуть-чуть, да, есть. Вот, что он из себя представляет. Вот я его наношу на руку. Он быстро впитывается. И легкое ощущение увлажнения. Моим рукам нужно питание. Поэтому мне вот это легкое увлажнение, ну, вообще никак. Поэтому серию про руки и про ноги я вообще, в принципе, больше не рассматриваю к покупке. Это бюджетный вариант побаловаться. Но, как уход, никакого ухода. Любимая моя серия BioArctic. Давно я вам ее не показывала. И в каталогах она, к сожалению, редко у нас встречается. Но она не менее достойна внимания, чем профессиональная линейка. Уж поверьте. Артикул 8616. Это кондиционер полное восстановление. Вот так он выглядит. Мне он очень, очень, очень нравится. Так же, как и практически все продукты этой линейки. Буду брать еще после того, как протестирую ботанику. Потому что руки до нее не доходят вообще. С экстрактом медовой морожки у нас этот кондиционер. И он реально кондиционер. И он не пушит. И он приглаживает ваши волосики. Но не прилизывает их, не утяжеляет. То есть объем все равно присутствует. И для сженых волос, для сухих волос я вам очень рекомендую. Особенно вот этот полное восстановление. И масочки там классные. И шампуни там потрясающие. А продукты эти тоже у нас бывают за 60, за 80 рублей. По акциям, по различным. За такую цену, такой хороший продукт я не ожидала. Я много брала из этой линейки. И вот это последний продукт из этой линейки, который закончился у меня. Буду брать однозначно еще. Но чуть позже. Разочарование мое это умывалка от Аксиологи. Вот так она выглядит. Артикул ее 0258. Здесь 150 мл. Очищающий гель для умывания кислородное дыхание. Вообще серия Аксиологи в принципе. Мне нравится, наверное, несколько продуктов всего. Это мицеллярный скраб. По-моему, в серии тоже кислородное дыхание. Он мицеллярный. Не скраб, девчонки. Гамаш. Гамаш для лица. Скраб не берите. Он хуже, чем гамаш. Потом мне нравится кислородный баланс дневной крем. Потому что он матирует мою комбинированную кожу. И мне нравится кислородное сияние. Потому что зимой, когда у меня сохнет тезона, при сильных морозах, он спасает мою кожу от этого шелушения. И все. Больше мне не понравилось ничего. Ни тоники, ни мицеллярная вода, ни вот эта умывалка. Ну, не знаю. Не нравится абсолютно. Мицеллярки щиплют глаза. Гель вот этот. Я его даже не докончила. Но нет желания вообще. Не тянется к нему рука абсолютно. Никакой. Просто никакой. Вот взяли жидкое мыло, умылись и все. Не знаю. Мне не зашел. Больше не буду брать ни за что. Мужской дезодорант Цельсиос у меня. В пустых баночках. 0,529 его артикул. Частенько он у нас в последнее время тоже выпадает в акциях. Даже по срокам годности, мне кажется, он был в остатке и в остатке сладкий. Берем не первый раз и не последний. Хороший аромат. Защищает от пота. В общем, никаких нареканий к нему нет. Закончился у меня один из освежающих бальзамов для волос из линейки La Creme. Случайно я его взяла, по-моему, по распродаже срока годности. И как же он мне, девчонки, понравился, я вам уже говорила. Артикул, кстати, 86-71. Сейчас он, по-моему, был в остатке сладкий, но уже, наверное, нет. 13-й каталог уже у нас начался. Значит, он у нас с освежающей мятой и молочными протеинами. И он реально классный. Я ребенку его даже применяю. На моих женах волосах он работает замечательно, причем за 30 секунд. А если нанести его еще как масочку, да под шапочку, да под пленочку, то вообще просто супер. Он кремовый, он классный. У него божественный аромат. Мелисы. Прям вот нравится. Подошел действительно. У кого сухие волосы, девчонки, присмотритесь. Это действительно хороший продукт. Очень хороший. Мое одно разочарование. Общарование брала я их уже давно, эти масочки. Но вот только дошла рука до последней. Это у нас тканевая маска. Надо было вам прям рекал оставить, чтобы кто не брал, имел представление. Потому что оно реально огромное. За пределы лица вылезает прямо и на голову, и на уши, и так далее. Это маска для лица лифтинг с экстрактом граната. Тут еще надо и смывать ее потом. Вот я это не люблю. Мне нравится, когда сыворотка, пропитка вот этой масочки такая, что потом нет ни жирности, ни липкости, но есть хороший эффект напитанности кожи, и не надо ничего смывать. А если ее еще и смывать, ну нафига она тогда нужна? Я куплю себе маску в тубе за эти же деньги и буду пользоваться ей Растом. Лекала, эффекта 0, и неудобно применять. Поэтому ни одного плюса у этой маски не вижу. Брать больше не буду никогда. Артикул вам все же скажу на всякий случай 0,1,12. Из детской линейки у нас закончился шампунь-бальзам 2 в 1 для детей. Это у нас был аромат яблочко 3+. Артикул его 23,54, здесь 250 мл. Мне он нравится. Нравится она ребенку, и волосы после него послушны. Они расчесываются плохо, они у нас после любого шампуня расчесываются плохо. Все равно используем бальзамчики или спреи. Аромат хороший, аллергии не вызвал. Прям яблочко зеленое спелое. В общем, к этой линейке тоже никаких нареканий. И у меня уже ушли в заказ средства. Из нее еще несколько штучек. Сейчас в 13 каталоге распродажи. Посмотрите, не помню, я этот взяла или другой какой-то там. У нас был по акции. Ну и пены для ванны, жидкие мыла. Все, сейчас у нас в 13 каталоге по акции. Поэтому к линейке присмотритесь. 3+, и гипоаллергенно. Закончился матирующая мицеллярная вода из серии Ультра Грин. Вот так выглядит маленький 100 мл. флакончик. Артикул его 0888. И ничего она не матирует. Написано, что для жирной проблемной кожи снимает макияж, удаляет загрязнение, матирует. Макияж снимает, да, но щиплет глаза. Матирует? Ничего она не матирует. Тоник из фикс прайса справляется с этой функцией лучше. Насколько она удаляет загрязнение? Ну, косметику снимает, да, как бы. Все снимается нормально, но глаза щиплет жутко, сразу говорю. А вот проблемная кожа, как бы для жирной проблемной, у меня нет прыщей. Вот у кого есть прыщи, я не знаю, насколько она будет с этой функцией справляться. Ну, а во всем остальном она не отвечает заявленным функциям. Я не рекомендую вам брать ее. Никчемный продукт. Только что вот снимает макияж, но это любая мицеллярка сейчас вам его снимет. А еще и щиплет глаза, поэтому не советую девчонки. Закончился у меня спрей-уплотнитель. Брала я его, по-моему, в Фаберлик-клубе. За баллы активный гиалурон. Он такой голубенький был. Для лишенных густоты и стонченных волос. Артикул его 8164. Я не знаю, как он уплотняет волосы, потому что мне он не уплотняет ничего абсолютно. Еще пушить не могу. Я, девчонки, подобрать себе в Фаберлике спрей, который не будет мне пушить волосы. Но вот реально не могу. Потому что вот все, что я перепробовала, практически все из линейки салонки, все все равно создает какую-то пушистость волос. И мне это жутко не нравится. Поэтому этот продукт добила. И в основном пользовали его на дочке. Потому что мне жутко было противно им пользоваться на самом деле. Поэтому кто не любит тоже вот эту пушистость, я вам не советую смотреть даже в эту сторону. Закончились у меня две масочки, девчонки. Одна у нас из серии Аксиологи кислородное питание. Артикул ее 0268. Для сухой и нормальной кожи. У меня кожа совсем не сухая. Но она была, по-моему, в распродаже по срокам годности. И я ее, конечно же, взяла на пробу за копейки. И вы знаете, неплохая маска. Мою комбинированную кожу, она и не сильно-то прям переувлажняла и питала. Ну, то есть она питала, она действительно питает. Если у вас комбинированная кожа и жирная, ну, как бы не очень. Особенно если жирная. Потому что прям питает. Кожа напитанная. Знаете, такая даже тяжесть ощущается в лице. Потому что есть масочки, которые дарят только кратковременное увлажнение. Это прям реально проникает в глубокий слой кожи и ее питает вашу кожу. Поэтому для сухой очень рекомендую присмотреться. Для сухой склонны к шелушениям, к воспалениям. Потому что она такая беленькая, глиняная. Скорее всего, здесь есть глина в составе. Ну, на тубе, естественно, состава нет. Но она есть. Потому что сейчас, если получится, я вам тоже покажу. Чуть-чуть хоть выдавить. Да, получилось. Вот она такая беленькая. Разносится, в принципе, нормально. И вот на руке я прям сразу ее разнесла. Я ее чувствую. Она реально питает. Обладательницам сухой кожи очень советую присмотреться. Подойдет однозначно. Вторая масочка из линейки СПА. Это у нас Секреты Клеопатры. Восстанавливающая маска для лица Крите и Орхидея. Так. Ну, функций больше заявленных здесь нет. Артикул ее 24-21. И очень достойная девчонки маска. Как для комбинированной, мне кажется, так и для сухой кожи и для жирной. Потому что здесь определенно есть глина. Сейчас тоже попробую вам выдавить и показать. Я наношу ее приличным слоем, кисточкой. И она тоже очень хорошо питает кожу. Вот видите? Вот таким слоем плотненьким я ее наношу. Она слегка застывает на лице. Надо только не дожидаться полного застывания. Иначе подстянет кожу. А это не айс. И она тоже здорово питает. Хоть у меня и комбинированная кожа, но после того, как я ее смываю... Кстати, смыть обе эти маски даже не пробуйте вот так вот водичкой. Я смываю исключительно конжаковыми спонжами, потому что это нереально смыть, умываясь водой из-под крана. Ну, просто нереально. Они настолько... У них такая вот текстура. Они как въедаются в кожу, что только вот спонжем я смогу удалить эту маску с лица. Иначе вам просто нужно полчаса провести будет под струей воды, чтобы вымыть это все со своего лица. Но, тем не менее, маска вот эта. Мне понравилась даже гораздо больше вот этой. Она питает в меру. То есть потом нет у вас такого ощущения, что на лице пленка. Есть легкое чувство напитанности, но пленки, как после этой маски, я не чувствую. То есть она невидимая, но чувствуется. Подсушивать? Нет. Не скажу, что подсушивает. Поэтому для тех, у кого есть какие-то проблемы, прыщики в Испании и так далее, ну, это немножечко не тот вариант, хотя хуже точно тоже не будет. Она на удивление питает, хотя там глина. Вот я удивилась. Мне казалось, что после глиняных масок кожа должна быть стянута. Если нет, никакой здесь тянутости нет. Выравнивание цвета лица есть, питание есть, поэтому к покупке вам очень советую вот эту масочку. Ну, а на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр, что были со мной. Если я была вам чем-то полезна, обязательно не забывайте ставить лайк, пишите свои комментарии, как вы относитесь к тем или иным средствам, которые сегодня были у меня в обзоре. Ну, а я с вами прощаюсь до следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok